Девушки отдыхают А в ее центре старинная крепость Кремль А на западе от Москвы на реке Великой стоит еще более древний город-крепость Псков В Пскове тоже есть Кремль и много других старинных укреплений Издревле псковичи охраняли рубежи России и одержали много славных побед На Псковской земле великий князь Александр Невский разбил в знаменитом ледовом побоище рыцарей захватчиков Но жители этих мест делали не только доспехи и оружие Они шили красивые народные костюмы, праздничные сарафаны, головные уборы А из глины псковичи лепят игрушки-свистульки Баранов, лошадок, петухов В старину считалось, что их свист отгоняет злых духов Сказки здесь рассказывают тоже самые разные И каждый из них как драгоценный кабель-самоцвет Жили-были дед да баба У бабы была курица А у деда петух Курица не слоицу Баба его жадно съедала Курице это было приятно Баба завтраком не делилась Да еще и дразнила деда Пусть тебе твой петух яичко снесет Я? А петух боялся, что не сможет яичко снести Очень он от этого переживал Вот попросил дед яичко А баб за свое не старается, петух Вот, ударь его как следует палкой Он сразу тебе яичко снесет Вот, смотри, как мы с курочкой это делаем А мужик, ну как же я петушка от своего Да по голове бить буду А бабка с курицей Давай, давай, мол, ударь Ударить, да по голове Да ударь, ударь Послушался дед Тюкнул петуха А баб все свое Как следует, как следует Ну, дед, с дуру-то петуха Палка-то и огорел Палка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка Гляди, гляди, какой яйцо отнес Вон гляди, какой круглый Идем, идем, идем Во, во, гляди Ой, беда А баба со своей курицей над дедом И над петухом смеялись, да потешались Ой, 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 ой Ой, не могу, ой, не могу Обиделись дед с петухом и ушли вон со двора Только мешочек с пшеном взяли Петушка кормить Нашли за речкой доброе место Стали себе новое хозяйство строить Дед строил, петух помазал Дед ему пшена подцепал Петух клевал От этого становился сильным Всю тяжелую работу делал А дед ему помогал И построили они ладный хутор И дом, и амба, и мельницу Завели себе доброе хозяйство Да тут постучалось к ним в ворота бета Ехал мимо здешний барин Еще более жадный, чем баба Вместе со своей курицей Увидал барин, какой у деда до петуха Доброе хозяйство Обзавидовался И решил все прикормать Видишь, ветер дует со стороны моего дома Значит, мой ветер Да вроде как твой А раз мой ветер вращает мельницу То и мельница выходит моя Да вроде твоя Раз мельница моя То и мука моя Да вроде я Раз мука моя То и пшеница и подавно моя Так? Да так, но... Кстати, деревья тоже мой Ветер качает И значит, и деревья все мои И все, что из них построено тоже Мое Мое Фу как Барин уехал совсем добром А мужик посленявил палец Поднял его вверх Да и ветер-то совсем не оттуда водует Эх, обманули Совсем огорчился дед Не гоже тебе жить возле меня, неудачника Ступай-ка ты на все четыре стороны Может, посчастливее меня станешь И пошел петух на все четыре стороны И в одной из них кошелек нашел А в том кошельке денежки Целых две Обрадовался петух Хотел денежки с дедушкой поделиться Но тут на беду опять жадный бар Увидел он петуха Да и говорит своему кучеру Кучер! Поймай-ка мне это Наглое животное Поглядим, что у него Отобрал барин монетки И велел кучеру швырнуть петуха В головокий подвал А в том подвале у барина червонцы лежали Говорит барин Пусть посидит тот петух в подземелье Пока я для него кару придумаю А с деньгами моими худого не случится Говорят же люди Куры денег не клюют Ну, может кур денег не клюют А петухи-то клюют Как оказался наш петух в подвале Стал червонцы клевать Все финансы стал и сожрал Выбрался петух из подвала И давай кричать Эй, барин Отдай две денежки петуху Отдай две денежки петуху Отдай две денежки Отдай А ну дай Разозлился барин Приказал кучеру А ну возьми твой петуха Да брось Глубокий колодец Видит петух Пришла беда Что тут делать? Давай воду пить Пил, 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 пил Пока все вон так Я выпил Из колодца вылез Снова кричит Эй, ты барин Отдай две денежки петуху Отдай две денежки петуху Отдай две денежки петуху Отдай Еще пуще разгневался барин Велел кухарке петуха изловить Да и в печи зажарить Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Видит петух Новая беда Ах Начал он колодезную воду Обратно выливать Так весь огонь И загасил А в это время В бане бабы были Ой, дети, это другая сказка И опять давай, петух, требовать Эй, ты, барин, отдай Вот нажил я себе беду с этой птицей, думаю, барин Эх, слуги, бросите в этом петуха к моим бодливым быкам Они его затопчут или дрога подымут И избавят меня от этой назовы Бросил петуха к быкам Сюнин, б.. Кусцент, б.. Девушки отдыхают Охрабрился, да как стал их клевать Да как закричит громким голосом А ну, барин, отдай две денежки петуху, отдай Испугался тут барин Эй, шлух, отдай ему все его деньги Все петуху вернул, обе денежки И забрал петуху, и сад фруктовый И пруд с утками да лебедями И все хозяйство дедова Да и дом заодно прихватил И восвоящий отправился к любимому деду Идет крупный петух по лесам, по полям Землетрясение по пути вызывает И вернулся он к деду Крыльями захлопал, ногами затопал Много всякого добра дед принес Прознала про то жадная баба Стал у дед допытываться Где такое богатство взял? Говори Да все, как ты велел делом Петуха дубины по голове бил А мне червонц ты снес А что, я от курицы поди еще Больше тезть не сможет Обрядовалась жадная баба Стала свою мерзкую курицу охаживать После каждого удара Несла курочка яички Пока они не закончились После этого Хотя баба в нее всю оглоблю измочарила Курица уже ничего не несла Так, дети, осталась баба Без яиц Мы живем в России Герб России Герб России Золотой двуглавый орел Могучий и гордый На его груди Георгий Победоносец Он поражает серебряным копьем Злого дракона Флаг России Трехцветный Белый цвет мира и чистоты Синее небо и надежды А красный Слава и отваги Столица нашей родины Город Москва А наша страна Самая большая в мире Чтобы пересечь ее от края до края Нужно ехать на поезде Восемь с половиной дней А там на берегах полноводной реки Амур И дальше за морем На острове Сахалин Живет маленький народ Нифхи Нифхи обитали на этих берегах С давних времен Они прекрасные охотники и рыболовы Они шили зимнюю одежду из меха А летнюю даже из рыбьей кожи Но самые удивительные Нифхи Единственный в мире народ Кто разводил медведей Как обычных коров А еще там В диких лесах Водится очень редкий Амурский тигр Он самый сильный И может победить даже льва В чудесных сказках Нифхов Все животные разумные И ведут себя совсем как люди И каждая сказка Как драгоценный камень-самоцвет Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Синий, белый, красный. А это наш герб. Россия – большая многонациональная страна. Вот в междуречии Мокши и Суры расположилась Мордовия. Столица Мордовии – город Саранск. Его построили как крепость еще в 1641 году для защиты южных рубежей московского государства. Сейчас Саранск – красивый, современный и культурный город, где много музеев, театров, концертных звалов и стадионов. А, наверное, главная достопримечательность Саранска – это недавно построенный собор святого праведного воина Федора Ушакова. Живут в Мордовии два братских народа – Эрзи и Мокши. И у них очень богатая история и культура. Это уникальные народные костюмы, красивые песни, древние сказания и даже целый героический эпос Мастарава. А детям здесь рассказывают замечательные мордовские сказки. И каждая – как драгоценный камень-самоцвет. Субтитры создавал DimaTorzok Подружились как-то Петушок и Кошечка. Ой, да что ж творится-то? Я говорю – подружились. Вот, Петушок и Кошечка. Эрзианская сказка такая. Ой, молодцы! Ну, совсем другое дело. Да что ж такое опять за свое. И пошли они в лес. Вот, это лес такой густой. Орехи собирать. Тут Кошечка Петуху и говорит – братец Петух, полезай на орешник, будешь мне вниз орехи кидать, а я буду собирать. Ох, собирали, 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 собирали. Да и больше всех набрали. Вот незадача-то. Самый маленький последний орешек вниз скинул Петушок. И случайно, ненарочно, нашей Кошке в глаз-то попался. Обиделась Кошечка. Ну, говорит, братец Петух, а дам я на тебе в суд. А судьи кто? О, свинг-секретарь. Козочка. Модная такая вся, аккуратная. А нарядная какая я. Ой, красота! А председатель суда – медведь. Лакомка. Главное, он в лесу. Хозяин. А это еще кто? Ха, пастушок. Да кто ж пастушка-то на суд пустил, а? Ну, ничего, бывает. Жалуется Кошка. Петух-мерзавец. Негодяй. Пап-мерзавец. Граждане судьи. Все они, петухи, одинаковые. Ты зачем, Кошки, глаз вышиб? Спрашивают судьи. Так это все орешник? Вот. Зачем он мне штаны порвал? Зачем, а? Ну, так и я не виноват, говорит орешник. Это все козочка, во. Смотрите. Э Abdюша. Хм… Хм… Аааааааааа… Хм… Хм… Эй? Хм… Хм.. Хм… Тим, 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 тим... Тим, 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 тим... Тим, 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 тим... Тим, тим, тим... Тим, 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 тим... Ох! Всё, редц... Фуф upper-паль. Грреляю задный пить さсуфер! Зачем она меня обгрызла? В позапрошлом году я ещё молодой был! Действительно, зачем? Ты ж судья, ну-ка рассказывай, всё по порядку Не утаивай Так это всё он, пастух Не пасёт меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А ты чё, козочку не пасёшь? А чё всё время ездить? Это всё он! Всё он, медведь! Хозяин козы! Не платит мне за работу А я чё, бесплатно работать должен не буду? Вот, глядите! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Нет. Понял. а ну почему же ты не платишь пастуху ну чего свинья весь мой огород разрыла а а а а а а а а и а Ха! Нет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй, ты, свинья, ты зачем хозяйский огород разрыла? Субтитры создавал DimaTorzok Ох, ну давайте сюда волка, говорят судьи Ну пошли они в лес волка искать И теперь все ищут и ищут А найти не могут Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Учителя самые лучшие Обучают ее хорошим манерам Музыке, танцам и по-французски Ну а как же, дворяне И такое она красавицей сделалась А казачка сына своего Степку Как подростчуток куму привела Кузнецкому ремеслу обучаться Смышленым парнишка оказался Дело у него пошло Вскоре и сам кузнецом стал А кот у него за подмастерье Увидела как-то полковничья дочь Красавца кузнеца И влюбилась без памяти Сватался к ней молодой граф Отказал И барону иноземному отворот-поворот Только о кузнеце и мечтай А тут именины Лизмкины И вот кина Третий жених явился Играет музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом стили черки за пустое сватовство сразу всей станице. Вот и утро уже, а над буретей мне и ночи. Ну, полковник, конечно, станичников на сход собрал по поводу небесной катаклизмы, а как же. А в это время прибыл на дом с инспекцией генерал Куропатки и в нашу станицу заглянуть решил. Кто же это такое, любезный Алексей Хрисанцевич? У всех белый день, а у тебя в станице ночь непроглядная. Да вот верно, черти светило выкрали. Черти не черти, а порядок быть должен. Братцы, родные, кто с этой погонью сразится и вернет людям светило небесное, тот получит орден на грудь и мою дочь, Лизавету Алексеевну, жены. Ну? Ну, это попробовать можно. А девка-то стоящая? Вот, лизонька моя. Подходящая. Эх, ладно. Воды дайте. Не, мне поболее надо. Это кто тут наш мозг рушит? Кузнец я. А ну, вертай, светило. Не то и мост сломаю, и тебе не поздоровится. Не отдам. Биться давай. Давай. Ты огнем станешь, а я водой. Посмотрим, кто кого. Хе. Субтитры сделал DimaTorzok Это кто тут мой муж тревожит? Ну я, кузнец, отдавай-ка звёзды сейчас же. Да я тебя сейчас ведь. Пастенька, тут уж один горячился. Превратись лучше кати в камень и катись с горы. Коль я не выстою, ты победил. А выстою, отдавай звёзды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну это кто же к нашему на сну прицепился? Да я это, кузнец. За солнцем пришёл. Отдавай. А вот не отдам. Биться будем. Попомнись, дядька. Я уж двоих таких видел. Давай-ка лучше, кто громче свистнет, а? Ага. Гораз ты свистеть. Ну теперь я. Ты только глазки-то закрой, а то выскучут. Вот тебе свист. А вот и посвист. А вот и посвист. Ой, где ж вы так свистеть научились-то, а? Так жесть такая. Ну, с солнышком оно, конечно, веселее. Эх, молодец, кузнец. Тёрт в станице на Дону, стебрил солнце и луну. Не связался б с казаками, был бы с целыми рогами. Говорю я при луне, милый мой, женись на мне. А то, как луна зайдёт, меня замуж чёрт возьмёт. Ехал чёрт по лесу, и заехал бесу. Я знак чёрта угощал, до рассвета не спрощал. Герой, ну, герой. Зятёк. Стёпушка. Ох, и свадьба была. Гостей собралось со всего Дона. Сам генерал Куропаткин пожарил. Ну, и мамаша Стёпкина, конечно, была. И кум её, старый кузнец, и князья, и графья, и простые станишники. И вообще, кого там только не было. Дед моего деда тоже там за столом сидел. Мёд пиво пил, а мне не устали. Зажили Степан с Лизаветой душа в душу. На радость усиму свету. А чёрта на службу взяли. За порядком следить. Порой и нечистая сила сгодится. Хоть построчать кого, что ли. Порой и нечистая сила 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 сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Самый старинный татарский праздник – Сабантуй. На празднике много веселых состязаний, танцев и песен. И, конечно же, здесь рассказывают чудесные народные сказки. Каждая из них, как драгоценный камень-самоцвет. Каждая из них, как драгоценный камень-самоцвет. Каждая из них, как драгоценный камень-самоцвет. Но однажды… 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 Разве может случиться плохое с великим ханом? А надо сказать, что этот визирь был нечестным на руку человеком и воровал у хана то, что попадалось ему на глаза. И в эту темную ночь визирь не спал и ждал он гонца. Привез ли ты то, что я велел? Привез! О, мой господин! Вот тебе наград за труды! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Хе-хе! Хе-хе-хе! А-а-а! А-а-а-а! 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 И пришло утро, и проснулся хан, И начался обычный день... Хе-хе! Хе-хе! Хо-хо-хо! А в то время прибыл в город чушеземный гость. А вот приехал великий мудрец из Индии, Знаменитый толкователь сновидений. Спешите узнать, что означают ваши сны. Спешите спросить у мудреца только один день. Узнайте всю правду о ваших снах. Приходите, спешите узнать, что означают ваши сны. Следующей ночью хану опять приснился тот самый страшный сон. И вспомнил хан про индийского мудреца. И решил он переодеться простым человеком, Отправиться в город и спросить у мудреца, Что же означают столь странные сновидения. Спешите спросить у мудреца только один день. Узнайте всю правду о ваших снах. Приходите, спешите узнать, что означают ваши сны. А вот приехал великий мудрец из Индии. Знаменитый толкователь сновидений. Знаю я, сказал мудрец, что означает твой сон. Ждет тебя большая беда. Быть тебе Исаком. И спасти тебе может только одно. Ты должен что-нибудь украсть. Украсть? Но я честный человек и не умею воровать. Не пойдешь воровать. Быть тебе Исаком. Быть тебе Исаком. Быть тебе Исаком. Быть тебе Исаком. Видит хан, и мальчишки на базаре воруют. И даже слон нечист на руку. И решился он украсть самую большую дыбу. Шайтан! Зачем мою голову смотрел? Добрый человек купил у бедного кузнеца курицу. Да не о курице мои мысли. Может быть из корзинки что-нибудь украду? Ну, опять у него ничего не вышло. И пришел вечер. И закончилась торговля. Опечалился хан. Уготовано мне стать Исаком. Добрый человек купи курицу. Детей кормить нечем. Да не о курице теперь мои мысли. Что тебе нужно, прохожий? Добрый человек купи курицу. Курицу? Жирная курочка. Подожди, сейчас деньги принесу. Ну, ладно, подожду. Ну, где мои деньги, эй, хозяин? Денег не будет. Улетела твоя курица. Разве куры летают? И еще как летает. Негодяй! Отдай курицу! Отдай! Убирайся, божь! Да я собак спущу! Эх, обманули. А ты что здесь сидишь, добрый человек? Ждет меня беда. Если не украду что-нибудь, превращусь в ушака. Так сказал мудрец. И решили они украсть у нечестного богача курицу. Свою курицу. Не чужую. А в то время у богача в гостях визирь сидит и эту курицу доедает. Да. И вот говорит визирь богачу, завтра у нашего хана большой пир. Будет много гостей и ты незаметно подольешь ему это зелье и превратится хан в ушака. И тогда я сам стану ханом, а ты богач будешь моим визирем. Грозит, грозит беда нашему доброму хану хочет визирь напоить его ядом и превратить хан в ушака. Надо предупредить нашего повелителя. Да. Встретимся завтра во дворце и расскажем все хану. Не туда. Не туда. И был во дворце большой пир и пришло много гостей. А коварный визирь с богачом ждут своего часа, как бы хану волшебного зелья подмешать. И видит кузнец, что его вчерашний знакомый не простой человек, а великий хан. И поставил хан свою пиалу и велел кузнеца впустить. Прости меня, великий хан, я не знал, что ты есть повелитель. Проходи и будешь моим самым почетным гостем. Внадержи свою эту мастырку. Спасибо. А визирь с богатеем как раз в ханскую пиалу свое страшное зелье и подмешали. Посадил хан своего друга на почетное место. Видит, а в его пиале отрава. Возьми-ка на пиалу. Возьми-ка на пиалу. Слушаю и повинуюсь. Возьми-ка на пиалу. Видит, а в щеку-ка на пиалу. М-м-м-м-м. Шатан. Отвлёк мудрец внимание коварного визиря. А умный слот пиалы местами и поменял. Вот, думают негодяи, сейчас превратится хан в ишака Сейчас, сейчас Ну, сейчас мы станем Сейчас мы станем Станем А вышло-то поистине совсем по-другому И правил хан в своей стране долго и справедливо А простого кузнеца сделал своим главным визирем И подарил ему новую курицу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok